Что мы знаем о времени? Можем ли мы подчинить его и использовать, как хочется нам? Что ж, мы с вами точно не узнаем. А вот профессор Майк ближе всех подобрался к ответу на вопрос, что такое время. Майк увидел вас в визор и просит подписаться. И про лайк не забудь. Профессор отправил попыт в прошлое. Это изменило обычное восприятие вещей. По крайней мере, для Уга и Нани. Они проживали свой обычный пещерный день, занимаясь живописью. Крушили камни, нюхали и пробовали все вокруг. В общем, занимались наукой. В понимании того времени, разумеется. Как вдруг, откуда ни возьмись, у них в руках оказался цветастый путешественник во времени. Таких штуковин они еще не видели. Это не было похоже на камни даже по вкусу. И, возможно, судьба антистресса закончилась бы в тот же миг, если бы не его чудное свойство катиться. Эта способность перевернула их мир. И наш с вами в будущем тоже. Профессор Майк мог перемещаться во времени по Земле. Но смог бы он попасть вместо подальше. Вспомнив космонавтов, которыми он вдохновлялся в детстве, он решил отправить попыт на Луну. Не вмешайся, профессор, в миссию астронавтов на Луне. Кто знает, как бы им удалось водрузить флаг на спутнике нашей планеты. Он то и дело падал. Раз за разом, не желая встать, вся миссия была под угрозой. Но к Луне уже летела подмога. Именно попыт профессора Майка стал той самой подставкой, благодаря которой флаг занял свое место на Луне. Это был маленький шаг для человека, но огромный для всего человечества. Профессор Майк был поражен результатами. Как попыт попал на Дикий Запад. В те времена, когда самым популярным развлечением были дуэли. Тот день мог бы стать последним для парнишки по имени Джексон. Но, к счастью, гость из будущего появился вовремя, впоследствии дабы увековечить своего спасителя. Джексон написал песню о нем. Так будущий хит интернета появился немного раньше, чем должен был. Правда, этого кроме профессора никто не заметил. Отправить что-то далеко в прошлое не составляло труда. Но что насчет не такого далекого прошлого? Думаете, Стив Джобс долго думал над логотипом Эппл? Отчасти это так. И, возможно, он думал бы над ним еще дольше, если бы не откровение из будущего и голод. Сочетание этих двух вещей подарило миру самый узнаваемый логотип. И мир в тот день был изменен навсегда. Впрочем, профессор Майк и его подопытный Поп-Ит успели изменить мир уже давным-давно. Помните Уга и его племя? С первого знакомства с Поп-Итом их жизнь сделала невероятный скачок в будущее. Они изобрели колесо и обуздали стихию огня. И все благодаря их новому вождю, с приходом которого в мире появилась самая первая религия. И самый первый вождь. Забыв об ответственности, профессор Майк разошелся на полную. Поп-Ит стал появляться во всех возможных временных потоках. И даже попал к Майе. Да, именно так и появился тот самый календарь, который навел шороху в 2012-м. А все лишь потому, что у главного жреца закончилось место. Да, будь Поп-Ит другой формы, возможно, паники бы не случилось. Но Поп-Ит сыграл роль не только злодея. Хорошие вещи тоже случались. Ровно с такой же вероятностью, как и плохие. До того, как Поп-Ит появился в жизни древних греков, самым популярным видом спорта было метание оливок. Это было не очень зрелищно, зато сытно. Еще метали шпажки от них. И все же именно появление Поп-Ита стало первым шагом человечества к тому, что сейчас мы называем Олимпийскими играми. Метнув Поп-Ит, греки поняли, что спорт интереснее, когда он многообразен, ну и когда вместо еды используются спортивные снаряды. Бесчисленные расчеты профессора Майка должны были проверить на прочность, стабильность времени. В разные эпохи. Но вместо этого Поп-Ит, запущенный в прошлое, изменил и чье-то настоящее, и чье-то будущее. Поп-Ит также стал неожиданной музой для многих людей из прошлого. Уолт Дисней, например, не знает, какими должны быть уши у Микки. Но это только пока. Какие только формы ушей он не придумывал. Все было не то, ровно до того самого судьбоносного знакомства с путешественником во времени. Круглая форма стала идеальным решением для ушей его персонажа. Волт раньше вовсе и не думал о круге, пока круг не свалился ему на голову. Да, именно Поп-Иту мы должны сказать спасибо за Микки Мауса, такого, каким мы его знаем. Поп-Ит спасал жизни. Так, во время поединка в Колизее, в жизни одного гладиатора грозила смертельная опасность. И если бы не Поп-Ит, мир бы не узнал о Спартаке. Да, Спартак расстроился из-за решения императора. Не давать ему победу. Впрочем, это совсем другая история. Отладка машины времени шла полным ходом. Оставалось совсем немного, чтобы понять, как все устроено. А заодно изменить пару исторических моментов. Да, Поп-Ит появлялся и в жизни совершенно обычных людей. Так, встреча с инвесторами, обещавшая полный провал, для юного предпринимателя Моники обрела совершенно необычный исход. Ей было нечего презентовать. И все, на что ей оставалось надеяться, так это на удачу. И в тот день удача ей улыбнулась. Придя с пустыми руками на встречу с инвесторами, она неожиданно произвела фурор и ушла с полными карманами денег. Так профессор Майк снова изменил ход истории и помог Монике выбраться из черной полосы в жизни. Тем временем прошлое вовсю набирало обороты. В своем стремлении стать будущим стали появляться первые торговые операции, но чего-то не хватало. Тогда Попыт вновь вмешался в жизнь племени. Подарив ему первые монеты, именно в тот день зародился капитализм. Да, тогда такого слова не знали. И еще не скоро придут к его появлению. Но первый рынок в истории человечества появился именно тогда. Мало кто знает, но до Древнего Египта у родителей тех времен были проблемы. Так юный Тутанхамон не слушал своих родителей и допоздна резвился. И, возможно, его мать так бы никогда не смогла заставить сына ложиться раньше. Ни сказки, ни уговоры не помогали. Тутанхамон был очень избалованным. Но гость из будущего буквально изобрел тогда детский сон. Словно дар богов, он отправил царя на покой. И ему так понравилось спать, что с тех пор все дети указом фараона отправлялись в кровать в отведенное время. Первые попытки трактовать историю были весьма занятными. Так однажды шаман племени попробовал объяснить молодым соплеменникам, как именно вымерли динозавры. В истории шамана огромную роль сыграл не метеорит, а их бог Попыт, который сперва уничтожил злобных ящеров, а затем подарил им все блага, которыми они пользовались ныне. Изменения времени, сотворенные профессором, растянулись на целые эпохи. И вот отважные исследователи древних гробниц в поисках древних сокровищ находили не редкие артефакты, а любимые игрушки древних царей. Парнишка по имени Тутанхамон так и не смог расстаться с любимой игрушкой и был погребен вместе с ней. Впрочем, он и после смерти не хотел с ней расставаться, и его можно понять. Однако путешествия во времени не остались бесследными для Попыта. Впитав всю мудрость человечества, он обрел сознание и захватил профессора Майка, сделав из него Попытуса — бессмертное существо, повелевающее пространством и временем. Понравилась история Попыта во времени? Что запомнилось тебе больше всего? Расскажи нам в комментариях и не забудь поставить лайк. Подпишись на наш канал.